Семья у меня очень благочестивая, но в церкви так не имело отношения все. Бабушка верующая, крестила меня бабушка в детстве, в Петербурге, тайно крестила, потому что это в 60-е годы, это было нельзя, но воспитанием православным церковным нет, никто не занимался, так оно сложилось, Господь привел, духовный путь начался. Как интерес к вопросам бытия я проснулся давно, еще в детстве, поэтому занимался углубленной физикой, закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. В науке этого ответа не нашел, но тем не менее, все время этот вопрос он давал себе знать. Интерес к православию, к духовной жизни, он, как у многих, наверное, людей моего поколения, он пробудился вот в этот, в связи с тысячелетием крещения Руси, которая отмечалась торжественно в 88-м году. Он стал считать философом, когда стало возможно считать религиозных философов, Николая Бердяева, Семену Франкова. Практически прикоснулся к церкви, и это как бы повернуло жизнь, когда посетил монастыри, Иосиф Воловский монастырь в 90-м году и Оптину Пустыни. Это, конечно, соприкосновение с живой жизнью в православии, оно, конечно, перевернуло, собственно, жизнь и все отношение вообще к окружающему. А как бы на путстве, то, что я стал ходить в церковь, ну, никогда не думал, так сказать, да, что буду священником служить. Просто меня интересовала духовная жизнь, и меня очень хорошо себя чувствовало, так сказать, комфортно в духовном плане, так сказать, и даже в интеллектуальном плане в церкви. Вот. И потом, как поехали с друзьями мы на остров Залит, к старту отцу Николаю, так сказать, вот, и когда я подошел, он меня благословил, я ничего не спрашивал, он меня благословил на священник. Он говорит, священником будешь. Вот. Хотя я даже об этом не спрашивал. И вот удивительно, через полгода так и случилось. Было время, когда много храмов возвращалось, священников не хватало. И молодых людей, ну, так сказать, образованных, как бы, можно сказать, изучающих, изучивших, так сказать, основу православия, довольно быстро приглашали в клир церковный. Я поступил в семинарию, и вместе одновременно, и митрополит петербургский и ладорский Иоанн, вот, рукоположил дьякона, а потом священника. Так вот, с 92-го года я служу уже в Русской Церкви в качестве священника. Сначала в Колпино под Петербургом, вот, ну, а потом уже переехал сюда, в Венгрию. Вот, а здесь в Венгрию переехали мои друзья, пригласили, я приехал погостить. Очень понравилась страна, замечательная, так сказать, так красивая, спокойная, тихая. И духовное главное, это христианское наследие в Венгрии, оно сразу меня, так сказать, поразило, удивило. И, но самое главное, здесь познакомиться с другим человеком святой жизни, это владыка Даниил, это сербский епископ Даниил Крестич. Его обожали люди в Сербии, он был викарием патриарха сербского Павла, вот, любимым его учеником. И самое главное, он очень, очень любил русскую культуру, русскую духовность. Ну, вот так сложилось, что тоже по молитвам, вот, видимо, святого человека, через год-полтора я вот оказался, так все сложилось, что я оказался в Венгрии. Вот, и образовалась епархия как раз к тому времени, и вот у меня как все сложились как бы жизненные обстоятельства и, так сказать, благословение в священном начале, что я вот в 2000 году оказался в Венгрии и стал здесь служить. В то время, 20 лет назад, много людей, гораздо больше, так сказать, большинство людей регулярно ходили в храм, на воскресные службы, на праздники, так сказать, эти огромные крестные ходы. То есть вот такая христианская основа венгерского народа, она чувствовалась, ну и сейчас чувствуется, сейчас, конечно, немножко послабше, но чувствуется очень сильно. В Венгрии, это же даже в Конституции записано, одно из немногих стран, где в Конституции записано христианство как основу венгерского общества. Поэтому, и там, ну, слава Богу, это можно только этому порадоваться. Конечно, это не православная страна, но, тем не менее, христианская с многовековыми традициями. Хевис – это всемирно известный курорт, значит, он знаменит тем, что там есть термальное озеро. То есть это не просто термальный курорт, как обычно, где был бассейн, там, с теплой водой, термальные источники, а целое озеро, там, ну, диаметров метров 300, наверное, или больше, вокруг него уже в наше время, разумеется, возникло множество лечебниц, там, санаториев, там, домов отдыха и все. Вот. И в 2000-х годах россияне, ну, не только россияне, да, и белорусы, украинцы, из Казахстана люди, вот, они, наши, как бы, соотечественники русскоязычные узнали, тоже узнали, какие полезные свойства этого озера, и стали не только приезжать, но и покупать там дома, квартиры, потому что, ну, действительно, это очень помогает, особенно у кого-то, так сказать, с опорно-двигательным аппаратом, это проблема. Конечно, там сразу такая сложилась, из православных людей церковных, которым не хватало, вот, духовной жизни сложилась община, они написали прошение о том, чтобы было, если был открыт приход, святейший патриарх благословил мне возглавить эту общину, и в декабре 12-го года решением Синода был учрежден Хевельский православный приход и назван в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Ну, в честь вот того, что Господь благословил это место вот таким источником, целебным источником этого озера, и поэтому и община приходит назван в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Ну, мы не ведем такую активную, такую празиолитическую, да, то есть празиолитизмом не занимаемся, да, то есть мы не переманиваем людей из других конфессий и православия, вот, но те, кто проявляют интерес, мы, разумеется, им не препятствуем, а наоборот способствуем и пытаемся объяснить. И за это время, да, несколько человек, они многие проявили интерес, то есть многие ходят, а несколько человек перешли в православие из, ну, из реформации или из католичества, где они были крещены. Ну, вот сам храм, конечно, его строительство, это действительно уникальное чудо и помощь Божия для нашего прихода, потому что когда мы начали, организовалась община, вот мы первые годы молились в католических храмах, вот, взяли благословения у нашего правящего архиерея, у католического архиепископа местного, мы служили в католических храмах, ну, приносили свой разборный престол, так сказать, ставили там две иконы, вот, на таких подставках, вот, ну, такое, обозначали иконостас, алтарь, вот, и на своем престоле, так сказать, со своими иконами мы, так сказать, совершали православную службу в том или ином, так сказать, храме. И в начале 17-го года решением бенгерского правительства было выделено средство на реставрацию трех храмов в бенгерской епархии и строительство одного нашего храма в Хевизе. То есть, вот, благодаря тому, о чем мы уже упомянули, что Венгрия – христианская страна, причем не только, как бы, декларирует свою, так сказать, основу христианской, христианские корни, но и подтверждает делами, да, то есть она, вот, если проедете по Венгрии, то увидите, что почти все храмы восстановлены, венгерские, католические, да, то есть заброшенные уже, таких разваленных нет, то есть была программа по восстановлению венгерских храмов и реформатских, католических и православных тоже, потому что, что интересно, тоже стоит отметить, православная наша венгерская епархия московского патриархата включена в число исторических церквей в Венгрии по закону о церквах, религиозных организациях в Венгрии, то есть мы имеем такие же права и такой же статус, как католическая церковь, как реформатская, то есть это историческая церковь в Венгрии. Ну, каждый сталкивается, конечно, со своими трудностями, и служение пастырское – это, конечно, крест, это однозначно крест, и иногда сложности там, где ты и не ожидал, но какие-то бы мое благо и время легко есть, то есть это крест и скорби, и трудности, но гораздо большей степени ощущение, не ежедневное ощущение помощи Божией в вашем служении. То есть вот эта радость от непрестанной, очевидной, помощи Божией, то есть радость от того, как люди меняются, приходя в храм. На каждой службе, когда люди приходят в храм, унылые, озлобленные, в своих проблемах, он встает к исповеди, исповедуется, как у них у многих светлеет взгляд, слезы омывают. Вот и человек, и не только лицо, но и душу, как причащаются, и смотришь, люди уходят из храма, уже совсем другие, как пришли. И вот это вот ежедневное свидетельство, и быть очевидцем вот этого чуда Божия, которое оно и нашу жизнь преображает, и людей преображает. И вот каждый человек, его же это же чудо в жизни каждого человека, и ты очевидец этого, да, соучастник этого, как свидетель, вот как свидетель покаяния, свидетель непрестанного чуда Божия. Ну, конечно, это дает и радость, и силы. И, собственно, вот это и есть главный смысл, да, как мы домостроители тайн Божьих, да, то есть мы вот через нашу немощь, мы знаем прекрасно каждый себя, да, то есть священники зачастую, вот то, что гораздо по духовной жизни, они не то, что, так сказать, как-то, ну, может быть, и хуже, гораздо хуже прихожан, но видя свою немощь, свое, так сказать, недостоинство, мы видим, как Господь через наши недостойные руки совершает темнение вот это невероятное очищение людей. Не мы, а вот видим, как Господь через наши немощные действия, действия, так сказать, слова, действия, все равно совершается это чудо. И это, конечно, непрерывная радость, радость духовная, поддержка, и, так сказать, конечно, никогда бы не согласился что-то сделать, иной выбор, или пройти иным путем по жизни. Субтитры создавал DimaTorzok